С 1 мая 2015 года в Москве и Московской области вступают в силу региональные законы, запрещающие розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков, то есть алкогольных энергетиков. Данные законы приняты в целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов, в первую очередь молодежи, передает Интерфакс. Под их действия попадают слабоалкогольные тонизирующие напитки, винные и другие напитки, содержащие кофеин или другой тонизирующий компонент. За нарушение положений законов должностными лицами предусматривается административный штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, а юридическими лицами от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Также в силу вступают ограничения и на реализацию безалкогольных энергетических напитков. Их нельзя будет продавать несовершеннолетним, а также в детских, образовательных и медицинских организациях. Лабораторное исследование одного из самых популярных у молодежи коктейлей. Содержание в нем этилового спирта 9%, а это значит, что одна банка коктейля эквивалентна 50 граммам водки. Две банки – это 100 грамм. При постоянном потреблении подобных коктейлей, ну, например, две банки в неделю, даже две банки в неделю, можно считать потребителя уже потенциального алкоголика. В составе коктейля также обнаружен кофеин. Результаты исследований показали, что в этом напитке содержится где-то 300 миллиграмм на литр кофеина. Одна банка этого напитка соответствует 3-4 чашкам крепкого кофе. Если ребенок выпивает две банки, это, соответственно, 6-8 чашек крепкого кофе. Такая доза сокрушительна для организма даже взрослого человека. Ее воздействие еще усугубляется красителями, ароматизаторами, консервантами, подсластителями. Без них не обходится ни один баночный коктейль, потому что именно пищевые добавки делают эти напитки вкусными и привлекательными. В основном что предпочитаете выпить? Ягуар. Ягуар? А почему? Ну он вкусный. Вкус такой специфический, довольно-таки вкусный. И пьянеешь. Что-то добавляет, и пьянеешь быстро. Вот лишь некоторые элементы из данного коктейля. Консервант Е211. Бензоат натрия. По последним данным, вызывает изменение ДНК. Может стать причиной рака и болезни Паркинсона. Краситель Е129. Красный очаровательный. По мнению ряда ученых, ракообразующий канцероген. Запрещен в девяти странах Европы. У нас Е211 и Е129. ГОСТам разрешены. Потребитель напитка, на которого равняются ГОСТы, это взрослый здоровый человек. Был один раз случай. Ко мне приехала девочка. И там был пацан. И мы решили, по семь банок кашу выпили. И все, и домой пошла. Две-три банки. Две-три банки. Две-три. Ну да, две так, да. Две скорее. Это классика шанра. Да. После школы баночка. Это уже у всех пошло в традицию. Есть, которые выпивали вот этих ягуаров. Девять штук. За раз. Некоторые просто ими живут и пьют каждый день. От одного до шести литров пива. От двух до пяти банок алкогольных коктейлей. Такую дозу алкоголя принимает среднестатистический школьник в России. Каждый день. Производитель уверяет, не нужно сгущать краски. На банках по-русски сказано не более одной штуки в день. Для того, чтобы понять, что огонь обжигает, не надо руку туда засовывать. Достаточно поднести туда спешку. Нельзя оценивать энергетик с позиции фармакологии. Это не лекарство, это не таблетки. Это все-таки пищевой продукт. И он минимален по своим каким-то опасным последствиям. Но среди тех, кто считает по-другому, сам главный санитарный врач России. И если обыкновенной энергетике он еще как-то готов простить, то к алкогольным коктейлям с добавлением кофеина никакой пощады. Абсолютное зло. И дяденьки серьезные ходят. И в думе заседают. И не прочь поразглагольствовать о здоровье. Энергетики с алкоголем запрещены во многих странах Европы. Главный санитарный врач уверяет, и в России запретил бы. Но мешает алкогольное лобби в законодательных органах. Эти дяденьки становятся преступниками.